Делегация миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами находится с визитом в Минске. Сегодня с руководителями делегации встретился президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул свою заинтересованность в том, чтобы на выборы в белорусский парламент прошли настоящие профессионалы, независимо от их политических убеждений. Уже аккредитовано 482 иностранных наблюдателя. Напомню, выборы в Палату представителей Национального собрания пройдут 11 сентября. Досрочное голосование начнется через неделю. На 110 мест в парламенте претендуют 498 кандидатов. БелАЗ откроет на Сахалине сервисный центр и учебный класс с тренажерами для будущих специалистов угольной отрасли, работающих на белорусской технике. Для подготовки водителей будут установлены современные аппаратно-программные комплексы, которые могут имитировать управление большегрузной техникой до 220 тонн. Сегодня на Сахалине работает 100 карьерных самосвалов БелАЗ. Самый большой парк эксплуатируется на Солнцевском угольном разрезе, где добывается около 5 миллионов тонн угля в год. Беларусь подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Наши конкуренты на организацию мирового первенства станут известны на ближайшем Конгрессе Международной Федерации Хоккея. Известно также, что заявку на проведение этого чемпионата мира планируют подать Финляндия. В случае неудачи наша страна намерена подать заявку на проведение чемпионата мира в 2022 году. Беларусь на мировом уровне зарекомендовала себя как достойный организатор по итогам проведения хоккейного чемпионата в 2014 году.